Азаричи – ад на земле. В нём Ольга Мурашкевич провела долгие четыре месяца. От Тифа в концлагере погибло два её младших брата. Несколько мучительных дней девятилетняя девочка пролежала рядом с их телами. Её приняли за мёртвую. В этом ужасе крышей служило небо, постелью – болото, а пищей – воздух. Снег, вспоминает узница фабрики смерти, был перемешан с кровью и грязью. Когда к проволоке подходили, вот там чистый снег. Мальчик подошёл брать снег, они взяли его прямо с автомата вот такой, раз в головку, и он брыкнул. Ну, может, четыре-пять годочковому. Он пришёл снега взять в ротик чистого. Как он маму не послушал или что? Убили. Пошёл мужчина, потом женщина. И так поняли, что нельзя брать, как бы не подходили близко на два метра. 11 апреля весь мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 77 лет назад в Победном 45-м сотни тысяч пленных Бухенвальда подняли восстание. В городе к каждому памятному месту, связанному с этой скорбной датой, пришли десятки людей. Не стал исключением и мемориал узникам Бобруйского гетто. «В первую очередь, конечно, мы должны дать долг живых, как называется. Они люди живые, их душа, наше тело, оно не вечное, а душа вечная. Те люди, которые здесь, скажем так, в отмечении это место, отдали свою душу, они нас родили. И благодаря них мы живы». Администрация города, представители организации, ветераны и молодёжь к братской могиле советских военнопленных, уничтоженных фашистами, несут цветы. Минута молчания – дань памяти каждой невинной жизни. Всем тем, кто несправедливо рано покинул эту землю. «Нельзя забывать о таких датах, как о Великой Отечественной войне. Она, естественно, связана с узниками. Нельзя забывать о том, что творили фашисты на нашей территории. И, конечно, вот эта память, она всегда будет с нами жить, пока живём мы, пока живёт наше государство». Фашистские концлагеря – одна из самых чёрных страниц человеческой истории. В Бобруйске в годы Великой Отечественной действовало четыре конвейера смерти. Повсюду была натянута колючая проволока, расставлены вышки с пулемётами и прожекторами. Военные, старики, женщины, дети не щадили никого. «На земле есть места, при одном упоминании которых охватывает леденящий ужас. Одно из них – лагерь смерти номер 131, который был создан на территории Бобруйской крепости летом 41-го. Уже к концу года здесь содержалось 60 тысяч человек. До сих пор эти стены помнят кровь, боль и страх». На оккупированной территории Беларуси было создано более 260 лагерей смерти. К зиме 41-го количество жестоко убитых дошло до тысячи человек в сутки. Всего нацисты уничтожили почти полтора миллиона жизней. Каждая невосполнимая утрата и урок для нынешнего поколения – трагедия не должна повториться.